очень опытный дуэт катаются вместе 3 сезон но до этого очень долго выступала с крэгом бантином чем-то добивались достаточно серьезных они успехов были восьмыми на шестыми и восьмыми были чемпионатах мира богемия музыкальная тема для их короткой программы не только тема но и сюжет вот видим до трейтарная подкрутка как было чисто сделано поймал партнершу в воздухе аккуратно поставил хороший выезд был сразу мгновенно через связки через усложнение заход в поддержку сначала переступание в правую сторону затем переступание в левую энергичный выход с поддержки все что-то придумывают это был такой вот заход в тодос поменяли руку не всегда это эстетично смотрится тем более такой тодос здесь не очень низкий назад наружу высокий тодос смена руки смотрится чем менее эстетично да параллельного прыжка у нас не было вот она лутс ух смело это смело лутс это самый сложный прыжок то есть стройной лутс он сложнее флиппа риттбергер сальхова с одним всего и выброс молодцы лутс 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 плывч лутс плывч лутс лутс ugar лутс лутс шанса или ф или редкость, потому что, по большому счету, уходя в парное катание, многие просто перестают заниматься этим прыжком вообще. В основном набор прыжков у парников это двойной аксель, ну тройную тулу, понятное дело, даже не называем, двойной аксель, тройной сальхов, иногда прыгают тройной риттбергер. На флип и лутс, по большому счету, ни у кого нога не подымается, потому что, ну еще и потому, что очень многие уходят в парное катание, потому что в одиночном у них не получаются тройные прыжки. Тройные прыжки самые сложные из тройных, ну аксель как бы выносим за скобки, это отдельный прыжок, маховый прыжок с половиной, всегда есть половинка, потому что прыгается лицом вперед, и всегда есть вот эта половина до ворота, чтобы выехать. А вот из тулупа, риттбергера, сальхова, флипа и лутса, конечно, лутс самый сложный и браво, Мегандуа, Мелори Крэдфорд, поем мы оду тройному лутсу в их исполнении. Хорошая была подкрутка, вот мы видим. Качественная, но я не думаю, что здесь будут много плюсов, но плюс один, я думаю, судьи точно поставят. Ну, тем более, все-таки канадцы скейт-кенадепт. Вот так вот они оригинально зашли в поддержку. Очень было все сделано на хорошем темпе. Без каких-либо пауз, без провисов, без остановок, все шло один за другим. Вот мы с вами видим лутс в их исполнении. Чуть-чуть, чуть-чуть мне показалось, было касание свободной ногой, так приземлился на... Да, приземлился на две ноги, к сожалению, Эрик. Будут снижения за этот прыжок, но с другой стороны, я смотрю, у нас тройной лутс стоит 6 баллов, а тройной лутс 4 балла и 2 десятых. То есть, даже если будут снижения, все равно, я думаю, что... Наверное, этот риск оправдан. Ришар Готье слева, рядом со своими учениками. Ришар Готье, Бруно Маркот и Сильвия Фалом работают с ними. 64-49. Да. Это очень хорошо для них. Прежний их рекорд был 63-69. 64-49. Я сразу вам напоминаю, дорогие друзья, что волосожар из Раньков неделю назад 65-78. То есть, если брать статистику и результаты серии Гран-при, это сейчас вторая...